Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вот и завершился май и началось календарное лето. Однако погодные условия Забайкали в этом году явно этому не соответствуют. Но что поделать, мы продолжаем с вами ждать прихода настоящего лета и активно работать на наших участках. Ну а что желательно сделать в конце этой недели, об этом я сейчас расскажу подробнее. Музыка Прежде всего обратим внимание на наш парник. Ну а в настоящее время тот, кто посеял огурец 6, 7, 8 мая, фаза оптимальная у данной культуры состоит в том, что мы имеем два семидольных листа и два настоящих. И появляется третий настоящий лис. Ну если окраска листьев зеленая, то никаких подкормок не нужно делать. Если она пожелтела, то вероятно вы неправильно открывали-закрывали. Ну если вы чувствуете, что растение развивается слабо, конечно можно привести любую подкормку. Настоем коровяка, биогумоса или каким-то специальным подкормочным удобрением. Их сейчас в продаже огромное количество. Желательно, чтобы там не только один азот был, но допустим и фосфор. И возможно даже и микроэлементы. Ну уход за парником в настоящее время заключается в удалении сорняков. Они по-прежнему растут, поскольку мы вносили перегной, а там были семена сорных растений. В современном рыхлении берем хороший рыхлитель и рыхлим. Очень важно, чтобы земля у вас в лунке не зеленела. Если она зеленеет, значит вы переливаете. Следующая операция это прореживание. В конечном итоге мы должны с вами оставить здесь максимум 5-6 растений. И постепенно удаляем слабые растения. Вот например в этой лунке позже взошли два семени, поэтому пока одно я уберу. Ну фаза развития позволяет еще оставить допустим 7-8 растений на всякий случай. Ну и наконец обязательно мы закрываем пленкой на ночь, потому что ночи еще холодные. И вот в холодные дни в третьей декаде мая пришлось наверх еще накидывать старую полиэтиленовую пленку. Поливаем огурец раз в два, иногда даже три дня, потому что большой потребности в растениях в воде сейчас нет. Но не надо забывать, что это в целом благолюбивая культура. Таким образом в начале июня продолжаем активно ухаживать за огурцом на парнике. Ну а теперь обратим внимание на ранние овощные культуры, прежде всего лук, чеснок и морковь. Чеснок если вы посадили до 10 мая и хороший у вас был семенной материал, выглядит таким образом. То есть растения должны иметь высоту уже 10-12-15 см. Естественно 100% схожесть. Лук севок сходит очень неравномерно, но потому что луковицы были разные, во-первых, но и здесь разные сорта. Ну и параллельно вы видите, что взошел редис. Здесь несколько сортов. Ну, лук эксибишн. Вот этот лук был посажен непосредственно рассадой, без пикировки. Очень долго болеет, приживается. Холодная погода в третьей декаде мая, в общем-то неблагоприятно на него действует. Но я надеюсь, что все будет хорошо, он прижился. Нужна теплая погода, своевременный полив и, возможно, затем подкормка. Так что не надо пугаться, что какое-то пожелтение у вас листьев отдельных наблюдается. Но для сравнения, лук, который я высадил 15 по 17 мая из стаканчика, видите, какой он зеленый, и грядка, она вся зеленая. То есть здесь уже темпы роста и развития на этой грядке значительно выше, чем на посаженной, без пикировки, рассады без пикировки. Но это еще раз говорит о преимуществе пикировочного способа. Но, к сожалению, у нас не позволяет площадь окон, чтобы так много рассады выращивать эксибишен. Но на один квадратный метр нужно всего 25 растений. Я думаю, это вполне возможно. Вот у нас 1,2 квадратного метра будет лука, как раз эксибишен, высаженный из этих стаканчиков. И луковицы там могут достигнуть массы 700-800 и даже более граммов. Ну и, наконец, морковь. Очень холодно было, и она долго не сходила. Здесь также несколько сортов, точнее, гибридов, в основном голландские. Пришлось закрыть нетканным и клюнным материалом марки P40, вот прижать досками. И вот сегодня буквально я только открыл, и вижу уже, рядками наблюдаются сходы. Ну и одновременно между рядками здесь зашел и редис, который затем будет удален. Что я хотел бы вам посоветовать? Сейчас самое время начать борьбу с луковой мухой. Для этого применяется хорошо известный, на мой взгляд, наиболее сегодня эффективный препарат Землин. Он имеется в продаже везде, я думаю, в Ланды, в Чите и даже в районах. Значит, этот препарат отпугивающего действия. То есть, если вы сейчас его внесете, то луковая муха, пролетая над вашей грядкой, она улетит дальше. Я всегда так говорю к соседу, который не обрабатывал. И таким образом откладывать яйца возле растения она не будет. И вы защищаете лук от луковой мухи. Но это первая обработка. В идеале нужно делать две обработки. Советую вам вначале пролить грядку. Вот таким образом. С помощью водяного пистолета. Можно лейки пролить хорошо. Вечернее время. А затем применить препарат Землин. Вот одного такого пакетика, в принципе, хватает на два квадратных метра. Вот у нас здесь три клетки, четыре клетки, поэтому придется потратить два пакетика. И далее резиновые перчатки очень аккуратно обсыпаете препарат возле растения. Не нужно сыпать Землин по всей площади, потому что яйца откладывают луковой мухи непосредственно возле растения. Вот такая обработка Землиным сегодня очень важна, если вы хотите защитить лук от луковой мухи. В продолжении луковой темы, уважаемые телезрители, еще раз хочу напомнить, что семена лука Эксибишн, знаменитого лука с гигантскими луковицами, очень сладкую на вкус, можно производить на своем участке. Вот здесь высажены две луковицы, но не надо пугаться, что они так выглядят, потому что было похолодание, и высаживали из ведра. Приживание, конечно, было не очень хорошее, но со временем восстановится. Крупная луковица сразу отличается от мелкой. Здесь гораздо больше будет стеблей, больше будет цветоносов, больше соцветий, чем на мелкой. Но я надеюсь, что все будет нормально, и в этом году, если лето будет относительно жаркое, мы получим опять собственные семена. Вот опыт этого года показывает, что семена с нашего участка прошлого года имели всхожесть 95%. А повторяю, лук Эксибишн – это не гибрид F1, это сорт. Поэтому можете выращивать семена на своем участке. Пришло время, уважаемые огородники, высадить капусту белокочанную, капусту цветную, ранние сорта. Ну, возможно, та же капуста брокколи. Дело в том, что в прошлом году мы эту операцию делали с вами примерно на неделю раньше, 24-25 мая. Но в этом году, вот третья декада мая холоднее, поэтому я решил не рисковать и не высаживать. А обычно, если капуста приживется раннее, то она выдерживает до минус 2 градусов без особых проблем. Поэтому риска я никакого не вижу. Я надеюсь, что рассаду вы уже вырастили. Значит, у вас на участке наверняка есть, как на нашем участке, свободные места между молодыми кустами смородины. Здесь, здесь. И чтобы они не пустовали, вы можете занять их самыми разнообразными культурами. Но, на мой взгляд, наиболее эффективны вот как раз ранняя белокочанная капуста и ранняя цветная капуста. Почему? Потому что где-то в июле мы уберем их на вырожай, скушаем, и они не будут мешать кустам. И кусты им также не будут мешать. Вот в этом пространстве между двумя кустами черной смородины можно разместить два растения. Например, ранней белокочанной капусты. Берем примерно одну треть ведра перегноя. Вот я уже высыпал. Затем просто перекапываем таким образом. Фактически мы делаем с вами лунки. Хотя в данном случае можно сделать и канавку. Значит, далее рассада. Вот так должна выглядеть нормальная рассада ранней капусты. Вот как раз позволяет ящичек. Здесь, посмотрите, уже пять листьев. Ну, это идеальная фаза для корневая системы находится здесь, в почве. Приживаемость будет, конечно, 100% и без всяких особых проблем. Можете немножко добавить печной древесной золы, обсыпать. Ну, а перегноя мы внесли с вами для того, чтобы обеспечить азотное питание капусты. Как известно, это культура азота любивая. Высаживаем, зарываем листья, ни в коем случае точку, вот верхнюю, не закрываем почвой. Вот таким образом. Ну, а дальше просто вы заливаете водой. Такая пасмурная погода, не очень жаркая, это идеально для приживания капусты, любой, тем более ранней, значит, который мы сейчас, вот, в ближайшие дни должны и высадить. Напоминаю, суббота, воскресенье оптимальное время для высадки белокочанной ранней и цветной ранней капусты. Обычно, уважаемые огородники, мы высаживаем нашу любимую культуру томат в открытый грунт в Забайкале с 5 по 15 июня. Но в этом году, на мой взгляд, лето идет, наступает медленнее и вряд ли мы с вами сможем высадить в первой декаде июня. Но, по крайней мере, на нашем участке гряды уже готовы, но придется подождать до 7-8 июня при такой погоде, при не очень устойчивой погоде. Но в то же время у нас есть уникальная возможность высадить томат в открытый грунт и за счет этого получить более ранний урожай и больший урожай под каркас. А высадить мы можем 25-24 мая. Те же самые сорта, ту же рассаду практически мы используем. В данном случае мы высадили 25 мая 4 сорта. Это кунолейский, бийская роза, значит, сахарный и хурма. По три растения. Каркас изготавливается из полиметаллических трубок. Удобство их заключается в том, что они принимают любую форму. И мы на участке пользуемся уже много лет ими. Меня вполне это удовлетворяет. Но единственное, что, конечно, сделано грубовато, приходится подгонять. Но, тем не менее, эффект достаточно хороший наблюдался в предыдущие годы. В этом году, вот сейчас мы применили нетканый укрымной материал марки П-40. Он называется Агроспан. Но когда вы устанавливаете каркас, вот ширина гряды здесь 155 см. Когда вы устанавливаете каркас, вы внимательно посчитаете, какой ширины надо. Дело в том, что мы часто покупаем и не смотрим на пакет ширину. Вот здесь 2,10 на 9,5 метров. По длине это нормально. 2,10, когда я не посмотрел, значит, оказалось, что это очень короткий, очень узкий материал. Пришлось сшивать посередине. Вот из 2,2,10 получилось 4,20. Даже некоторые излишнее количество нетканого материала. Но, в принципе, эти излишки не мешают. Хотя я советовал вам, когда вы имеете вот такой каркас, сразу покупать 3,20 ширина. То есть, если вы накрываете обычную гряду просто без каркаса, 2,10 нормально. А если с каркасом, то уже 3,20. И, повторяя этими неткаными материалами, в данном случае материал называется Агротекс. Их огромное количество видов в последние годы. Марки P32, P40, P42. Вы можете пользоваться долгие годы. Учитывая, что последние годы в Забайкале в мае стало значительно холоднее, мне кажется, что мы должны все больше и больше применять с вами вот такие нетканые укрытые материалы при выращивании лука, чеснока, моркови на грядах. Ну и тем более при выращивании томата под каркасом. Не забывайте периодически заглядывать и в рассадник. Дело в том, что скоро нам предстоит высадить всю эту рассаду. Но в основном уход заключается в начале июня, накануне высадки в открытый грунт, в современном поливе. Но подкормок я уже вам никаких не советую проводить. Но то, что рассада выглядит немножко бледно, это обычное явление, так как стаканчики уже объем имеют недостаточный для такого взрослого растения. Ну, подождем немножко и высадим, и все у вас будет нормально. Сегодня, уважаемые телезрители, я хотел бы обратить ваше внимание на так называемое седеральное удобрение. Дело в том, что, ну, во-первых, навоз стал, и перегной достаточно дорог для многих жителей городов. И, во-вторых, значит, очень часто наша почва накапливает много инфекций. Конечно, вы можете уничтожить ее с помощью радикального средства хлорной извести, но в то же время погибнут и полезные микроорганизмы, полезные животные, которые там в почве находятся. Но я предлагаю другой способ, экологически безопасный. Это применение так называемого зеленого удобрения. То есть вы высеваете на ту грядку, где вы чувствуете, что почва уже у вас заражена, что она обеднела, значит, и у вас нет возможности внести перегной. Посеете траву. Третька масочная или горчица полевая – это самые скороспелые седеральные культуры. То есть если вы посеете их в эту субботу-воскресенье и примерно к 20 июля измельчите и перекопаете на штык лопату, вот, например, на эту гряду, то вторая половина лета зеленая масса будет перегнивать и уничтожать всю инфекцию почвей. Поэтому идет фитосанитарное улучшение вашей почвы. Ну, а вторую половину лета вы также можете посеять, чтобы грядка у вас не пустовала к какой-то культуре, например, укропом или салатом. Таким образом вы получите еще урожай, допустим, в августе, в конце августа и в сентябре. Значит, горчица полевая редька масочная – самая подходящая для этого культура. Но в продаже бывает и фацелия, но фацелия – это значительно позднеспелие и не очень эффективно. Напоминаю, вы должны запахать, перекопать зеленую массу растения к 20 июля, не позднее, чтобы вторую половину лета эта зеленая масса перегнивала в почву. Ну, а как это сделать? Просто перекопаете под штык лопатки какую-то грядку и можете, значит, поверхностным способом нести эти семена, разбросать, заборонить их граблями обычными, прилить, если надо, и ожидать исходов. Но должен заметить, что рвать эту траву, значит, на корм животным ни в коем случае нельзя. Вы ее должны сохранить полностью. Ну, а как это будет выглядеть, заделка имеется в почве, я, надеюсь, вам покажу в дальнейшем. На сайте ТВ Кома я нашел очередные вопросы от наших телезрителей и хотел бы сейчас на них ответить. Так, Ирина спрашивает, подскажите, пожалуйста, как называются декоративные кусты, которые растут у нас в городе и подстрижены в форме шара? Можно ли использовать для ландшафтного дизайна участки и где все это можно приобрести? Ну, отвечаю, вяз мелколистный, очень заскустойчивый, непохотливый кустарник, но на участке, мне кажется, ну, если у вас большая площадь, можно его применять, а так он не совсем декоративен, и те декоративные кустарники, которые я показывал в предыдущей программе, на мой взгляд, лучше смотрятся. Ну, если вы все-таки надумали выращивать вяз мелколистный, то можно просто откопать маленький саженец, буквально несколько сантиметров, потому что приживается большой саженец, очень плохо корневая находится глубоко в почве, или же собрать в августе семена, посеять небольшой питомничек. Следующий вопрос от гостя. Скажите, пожалуйста, какое понижение температуры выдерживает эксибишн, и не уйдет ли он в стрелку, если настынет? Вот я показывал в прошлой программе, что минус 2 лук эксибишн выдержал, а минус 4 не выдержал. Конечно, это экстремальная температура, нежелательно, чтобы он попал под такую температуру, надо было просто накрыть нетканным укрытым материалом в ночь от проявления этого заморозка. Ну, а что касается стрелки, должен заметить, что лук очень позднеспелый, 140-145 дней, поэтому я выращиваю уже, наверное, лет 10, никогда стрелки он не образует. И, наконец, завершающий вопрос, а также от гостя Татьяны. У меня дачный участок ДНТ Мичурин, я огородник неопытный, рассаду томатов высадил в сроки, и все делаю по вашей рекомендации. Однако листва светло-зеленые, местами желтые, макушки зеленые набирают цвет теплицы, у нас не обогреваемые. Нужно ли мне подкормить такую рассаду, и вообще, нормально ли она? Ну, отвечаю, Татьяна, что с учетом холодной погоды во второй половине мая в этом году, рассада у вас нормальная. Как раз реакция растения томата – это позолотение листьев, значит, от пониженных температур. Как только потеплеет, значит, я думаю, все у вас установится. Ну, а подкормить вы можете настоем голубинного помета, настоем куриного помета, или же каким-то комплексным удобрением, где присутствует элемент азот, желательно в сочетании фосфора. Всем спасибо за вопросы, продолжаю ожидать их на сайте ТВКОМа, и периодически я буду на них отвечать. И в завершение, уважаемые телезрители, хотел бы обратить ваше внимание на приятные моменты в нашей работе, а именно завершение цветения черемухи и начало цветения дикой сибирской яблони. Ну, и мы ожидаем в ближайшие дни цветения культурной яблони. Так что наслаждайтесь ароматом этих удивительных растений, и это поможет вам сделать все работы на участке в хорошем настроении. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин